Дорогие друзья, всем большой привет! На связи Виталий Сергеенко. Я профессиональный трейдер, управляющий активами инвестиционной компании Rich Invest Group. И сегодня специально для вас и для компании Admiral Markets записываю это обзорное видео. Сегодня поговорим об отчетах компании Netflix, Coca-Cola, Boeing. Затронем Facebook новости и еще несколько интересных торговых идей. Поэтому никуда не переключайтесь, сегодня будет очень интересное видео. Итак, давайте перейдем на экран и начнем вот с чего. Начнем с S&P, биржевого фонда на S&P. Мы видим, что сейчас мы на максимуме находимся и по S&P и по биржевому фонду. 275 здесь цена и соответственно на максимуме сейчас находится сам индекс. Здесь все в принципе спокойно. Компании сейчас проводят квартальные отчеты. Есть плюсы, есть минусы. Конечно, во многом много отчетов не дотягивает пока до, скажем так, ожидаемых, до тех, которые Wall Street ожидала. Но в целом есть интересные закономерности и многие ключевые компании, они все-таки показывают доход. И сейчас мы как раз поговорим о ряде таких компаний. Вот у нас, опять же мы смотрим по отчетам. Это видео я записываю 24 числа на открытии рынка. Еще вот пока нет информации по Amazon, Facebook. Сто отчитались Visa, AT&T, Coca-Cola, Boeing и так далее. Ряд интересных вещей мы сегодня разберем. Первое, я предлагаю начать с таких неудачников. Несколько компаний, несколько кейсов посмотрим. И потом парочку интересных победителей, скажем так. Первый неудачник у нас сегодня, как ни парадоксально, это компания Netflix. Всем известно, у них достаточно большие проблемы сейчас. И падает, упала акция за несколько дней после отчета более чем на 14%. Сейчас торгуется в таком нижнем диапазоне. И вот прошли такие новости. Самая главная негативная новость, что количество подписчиков у Netflix упало. И если мы с вами посмотрим, допустим, на сам график, вот это дневной график, обратите внимание. То есть, недавно мы с вами стоили 381 доллар и сейчас 305-306 примерно. То есть, действительно, здесь пошло такое нисходящее движение резкое, рубленное. И с чем это связано, прежде всего? С тем, что на отчете компания показала, что у них упало количество подписчиков в Соединенных Штатах на 126 тысяч человек. То есть, они уходят к конкурентам, отписываются от Netflix. Это прежде всего связано с тем, что подорожала значительная подписка на Netflix. И также мировая экспансия ожидалось, что за этот квартал увеличивается количество подписчиков на 5 миллионов. В итоге увеличилось на 2,7 миллиона. То есть, практически на 50% хуже ожиданий самих аналитиков данной компании. Естественно, это негативно сказалось на котировках. Как мы увидели, резкую такую распродажу снижения акций с 380 на уже там 305-306. Мы здесь нащупали уровень. Примерно он здесь как раз располагается в районе 300, целое число. И я бы взял где-то 310. 300-310. Возьмите здесь цифры. Здесь болтаемся. Естественно, на таком отчете, на таких цифрах, видите, очень сильное сильное снижение. Так, не напоминает, что мы ждем отчет одной из компаний. Если мы посмотрим последний отчет, 17 июля прошла цифра 0,6. Видите, 0,6. То есть, в принципе, доход, точнее, чистая прибыль на одну акцию лучше прогнозов, но намного хуже, чем прошлогоднее значение снизилось. И в целом, мы видим, что ожидали аналитики совсем другие цифры и получили мы намного ниже прогнозов. То есть, Wall Street инвесторы такое не очень любят и что сказывается на данной истории. Поэтому на таких новостях график идет в нужную сторону, в ту сторону, куда он должен был прогуляться. Я думаю, что в ближайшее время вряд ли Netflix восстановится. слишком прижали, большой негатив. Большое количество компаний, которые хорошо отчитываются. И Netflix по-прежнему выглядит дорого. Поэтому я думаю, что в ближайшее время все-таки Netflix может еще упасть. Конечно, PE 123, но куда? 123 по индустрии 8,6. То есть, очень дорог. И плюс еще вот такие проблемы с подпиской. А подписка – это ключевой фактор, ключевое значение для вот таких компаний, которые делают бизнес на расширении сетей. И именно такая, где получается какой-то товар, какая-то услуга, точнее, именно по подписке. Вот. Поэтому здесь я думаю, что продолжится снижение данной бумаги. И мы можем увидеть даже цены, если тем более завалимся за 300. Здесь ближайший уровень хороший у нас 275-285, возьмите. То есть, это ключевой уровень. И дальше уровень уже здесь 250-255, где-то будет взял. Поэтому я ожидаю все-таки снижение чуть пониже, 280 где-то, плюс-минус. И там нужно смотреть. Но на таком отчете вряд ли компания быстро восстановится. Погнали дальше. Дальше у нас один из самых главных неудачников во всех смыслах последнего полугодия. Это компания Boeing. Отчитались и квартальный убыток достиг практически 3 миллиарда, если быть точным, 2,2 и 9, по-моему, миллиарда. И здесь главная причина это то, что были приостановлены полеты Boeing 737 Max в связи с трагедиями двумя. И это действительно серьезно ударило по имиджу компании и по ее балансу. Итак, откуда такие убытки у прибыльной компании? В связи с этими крушениями и отзывами Max почти 5 миллиардов убытков. И компания сама по себе около 2,2 миллиарда в плюсе по кварталу. Но из-за этих убытков 5 ердов в итоге мы получили 3 миллиарда убытков. Поэтому это не совсем такое хорошее, конечно, и позитивное. Естественно, акции на это отреагировали небольшим, надо сказать, снижением. То есть нет каких-то там проливов. Но акцию уже так подбили неплохо с 440, прогуливались на 340. И сейчас торгуемся по 368 примерно. Что касается самого отчета, если в цифрах, смотрите, прибыль на одну акцию, точнее чистый убыток минус 5, операционный убыток минус 5,8. При том, что прогнозировали все-таки прибыльность какую-то. И по сравнению с прошлым годом здесь вообще аховая ситуация. Очень печально это все выглядит. 15,75 выручка, прошлогоднее значение 24,26. То есть тоже значительное падение порядка на 35-37%. То есть это беда, безусловно. И дальше даже не будем в коэффициенты заглядывать. Здесь у компании с таким сантиментом, с таким фоном, с такими отчетами, это достаточно большая проблема. Будет здесь подняться акции. Поэтому я думаю, что мы можем здесь продолжать болтаться где-то в диапазоне 330-380. Но все-таки с динамикой к понижению в сторону 340-330. Такую акцию сейчас нет смысла брать на таком рынке, когда акция намного слабее рынка. Напомню, что S&P у нас растет, NASDAQ растет, а такие корпорации как Netflix и Boeing на своих отчетах либо свалились конкретно как Netflix, либо не растут и снижаются как Boeing. Поэтому слабее рынка нет смысла компании подбирать. Дальше у нас победитель, как ни парадоксально, компания, которая уже всем замылила глаз и все мы ее знаем, кто-то любит. Coca-Cola опять приплыли и они показали хороший отчет и за счет диверсификации новых каких-то идей показали еще потенциал роста в мировой экспансии. И здесь, безусловно, очень сильную роль сыграли напитки без сахара. Сейчас это очень популярно, фитнес-технологии и все дела. И вот Coca-Cola Light и ее производные очень хорошо влияют. И также вышел новый продукт, называется Coca-Cola плюс кофе. И вот многие фанаты кофе также здесь заряжены и побежали, видимо, покупать не только колу, но и акции. Мы видим, какой стремительный взлет. Недавно мы были 51, сейчас мы практически 55. То есть движение вверх на 4 доллара, когда акция стоит 50, это достаточно неплохо. Тем более, это медленно растущая акция, такая как Coca-Cola, когда она дает вверх 7-8% за 1-2 дня. Это шикарный результат. К этому нужно, безусловно, присмотреться. Итак, что у нас по Коле? Новые напитки продолжают заваливать рынок напитками новыми, полезными, ну, по крайней мере, невредными напитками без сахара. Выручка растет на 6% год к году и достигла уже 10 миллиардов, насколько я помню. Давайте посмотрим. Ну, здесь у меня, а, здесь еще не обновилось, просто здесь будет десятка, около 10 миллиардов, насколько я понимаю. И, в принципе, год к году, здесь это хорошее значение, хорошее, а, так, я не то смотрю, это Facebook, извините, я смотрю, что-то не тот, не тот отчет. Не те цифры, цифры больше, да, у Facebook, конечно, маржинальность намного интереснее, поэтому здесь Coca-Cola по-прежнему платит дивиденды. 3, копьем процента 3.12, это неплохо для такой медленной, медленно растущей компании. Вот же, вот же эти цифры. 10 юрдов, в прошлом году у нас было 8.9, то есть хороший рост, порядка там 6.7%. Прибыль на акцию 0.63, чуть выше прогноза и выше предыдущих значений, незначительно, но все-таки выше. Чистая прибыль в абсолютном таком выражении выросла до 2.6 ерда и эта прибыль выросла на 11%. Шикарный результат, Coca-Cola продолжает решать и хорошо выглядит, Уоррен Баффет должен быть счастлив, потому что одна из его любимых компаний чувствует себя прекрасно и показывает шикарный результат. Поэтому Coca-Cola, кто давно ее уже покупает, поздравляю, сейчас, конечно, нет смысла щемиться куда-то по таким цифрам, запрыгивать в уходящий поезд, но если будут коррекционные вещи или будет формироваться некий диапазон, как здесь перед выстрелом, В принципе, в Coca-Cola можно на диапазоне следующего отчета 3 месяца, можно заходить, интересная бумага, очень сильно выглядит сейчас, но главное не переплатить, по опекушкам по 55 не брать, поэтому будьте внимательны, здесь все здорово. Ближайший уровень, еще раз, поддержки 51.40, 52.20 и еще ниже у нас здесь есть хороший уровень 49.75, 49 ровно я бы взял, вот поэтому присмотритесь, конечно, очень сильно выглядит сейчас кола и растет вместе с рынком. Дальше у нас идет компания Facebook, Facebook в эти минуты скоро у нас отчитается после закрытия рынка, насколько я помню, пока нет цифр, да, поэтому, может быть, в следующей неделе мы с вами как раз обсудим, но здесь, конечно, ожидается хороший отчет, но суть здесь в чем состоит? В том, что на Facebook уже наложили штраф, который ожидался, и Марк Цюкерберг уже замораживал под эти вещи 5 миллиардов, и вот это случилось, и штраф выписали именно на 5 миллиардов, но это сильно не должно как-то сказаться на цифрах, на метриках, потому что эта сумма, колоссальная сумма была заложена в такой буфер, подушку безопасности, вот, и также, помимо этого штрафа регулятор заставил, да, заставит Facebook ужесточить требования к защите личных данных, вот, поэтому вот эта история тянулась очень долго уже, насколько я помню, больше года, с Cambridge Analytica, но вот она вот так завершена гигантским штрафом, рекордным штрафом для индустрии, и я думаю, что дальше дела у Facebook должны пойти лучше. Посмотрим на цифры, на тот отчет, который сегодня по закрытию рынка будет, многие ожидают хорошего отчета, вот, но нужно знать, что вот есть такой форс-мажорный момент, и безусловно, штраф 5 миллиардов, это не плюс для инвесторов, не плюс для трейдеров, которые торгуют этот инструмент, поэтому здесь, конечно, может быть какое-то снижение, может быть какая-то коррекционная волна, здесь нужно быть предельно внимательным, могут быть рубленные резкие движения. Ближайший уровень поддержки 188-191, может быть даже куда-то в тот диапазон мы можем свалиться, но вообще Facebook это сильная бумага, растущая бумага, у меня она уже давно в портфеле, вот мы сколько с вами говорим, я постоянно рекомендую эту бумагу к покупке, она продолжает расти, несмотря даже на такие негативные вещи, все-таки это очень сильный конек на фондовом рынке, поэтому будьте внимательны. Друзья, ну вот так пробежались сегодня, на следующей неделе будет также батарея отчетов, очень много отчетов, естественно, все мы не успеем с вами рассмотреть, какие-то самые главные вещи, которые на слуху компании успеваем разобрать, поэтому не забывайте подписывайтесь на этот канал Admiral Markets и раз в неделю выходят мои обзоры, вы можете их смотреть. И также, если вам интересно разобраться в теме финансовых рынков, научиться торговать реальные акции, вот это можно сделать по ссылочке в описании через компанию Admiral Markets, первая ссылочка на демо «Реальный счет», можете перейти, посмотреть через МТ-5 уже доступная торговля реальными акциями через МТ-трейдер 5, это очень удобно. Без плеча, только лонги, но для новичков, для продвинутых юзеров это самое оно, чтобы не брать риск, не брать плечо, это достаточно хорошо будет. И также вторая ссылочка в описании, это наш совместный проект с Admiral Markets, это брокерский счет плюс обучение, вы также можете пройти один из наших курсов обучения торговли на фондовом рынке, как дополнить трейдинг на Форекс, криптовалютах, фондой, да, либо перейти с Форекс на фондовый рынок. Об этом этот курс, ссылочка в описании, переходите, смотрите, открывайте счет, записывайтесь на обучение, это видеокурс, поэтому его нужно и можно начать в любой момент, хоть завтра, да, то есть здесь мы от какой-то группы не зависим. Все ссылочки в описании, надеюсь, это видео было вам полезно и интересно, ставьте пальцы вверх, пишите свои комментарии и пишите о тех компаниях, которые вы бы хотели рассмотреть в следующих видео, я посмотрю и может быть какой-то из ваших компаний, какую-то из ваших акций мы разберем в следующем видео. Ну, в принципе, на этом все, друзья мои, с вами был Виталий Сергеенко, я трейдер, профессиональный инвестор и управляющий активами инвестиционной компании Rich Invest Group. Все ссылочки в описании, подключайтесь, будет интересно. Всем всего доброго, всем пока.